привет дорогие друзья сегодня сразу же без лишних предисловий рассказываю аргументированно почему я все же рекомендую держаться подальше держаться в стороне от продуктов которые добавлено фруктоза о фруктозе много споров раньше велось сейчас уже стали известны сведения нужные полезные да и в принципе не мешает разобраться всем не только диабетикам а вообще людям которые покупают продукты торты печенье пряники всевозможные знаете полочки в магазинах здорового питания мамаши покупает своим детям продукты там сладости якобы полезные по сути друзья что же такое фруктоза фруктоза это фруктовый сахар оттуда достают изолированное опять же вещество помните говорю прошлом ролике сахар достают рафинированный продукт становится фруктоза также рафинирован и вытаскивают и уже добавляют куда-то хотя несмотря на то что она слаще сахара самого вернее слаще глюкозы в несколько раз фруктоза имеет низкий гликемический индекс это во-первых а во-вторых ей не требуется инсулин она не вызывает потребность поджелудочной железы вырабатывать инсулин как на глюкозу именно по таким причинам глюкозу принято считать более менее приемлемым компонентом для диетических продуктов но есть одно маленькое но друзья вот в нем как раз таки и будем разбираться самый важный для нас сахар был есть остается даже назвать его кровяной сахар все-таки есть глюкоза и глюкоза в отличие от фруктозы глюкозы может питаться каждая клетка нашего тела нашего организма а фруктозу может воспринимать только печень и наиболее оправдано применение продуктов с фруктозой когда у нас нет гликогена когда истощен запас гликогена вы помните в мышцах в печени он накапливается гликоген концентрация нашей скажем так законсервированной энергии запасной если на случай там физ нагрузок на случай там голодания все такое распаковывается уже глюкозу мы чтобы энергетическую поддержку получали есть сведения что не более 50 грамм фруктозы может конвертироваться в гликоген но позвольте получается тогда следующее диабетики которые не испытывают по сути энергетического какого-то голода не нуждается в сахаре потому что там и так депо постоянно практически заполнены мышцы заполнены печень заполнена куда еще там фруктозу если мы будем наворачивать фруктозу и уже гликогеном полны за крома то никуда иначе не будет идти как именно в жир и именно в печени капельки жира будут запасаться к печени это будет вызывать ожирение печени и жировые гепатозы и все сопутствующие как-то я уже рассказывал о способности или о возможности глюкозы к гликированию по сути процесс помните гликированный гемоглобин когда постоянно повышенный показатель глюкозы крови связывается глюкоза с нашими кровяными тельцами но это приводит уже рак таким неприятным последствием всевозможным так вот друзья по сравнению с глюкозой фруктоза обладает способностью к гликированию гораздо больше в разы больше получается повторю когда полна печень гликогеном и мышцы когда не испытываем и никакого энергетического голода к диабетикам в первую очередь обращаюсь кушайте вы с фруктозой рекомендуют вам врачи с фруктозой и сладости употреблять дабы знаете не повышать сахар крови но вы поджариваете друзья себя изнутри поджариваете потому что гликирование происходит со страшной силой и это чревато уже вы уходите в зону риска и это расклероз и нагрузка на сердце сосуды если это сосуды сердца то осложнением будет инфаркт если сосуды головного мозга осложнение будет инсульт еще есть одно но маленькое но значительное и весомое как говорится смотрите спирт этанол чем-то они похожи по метаболическому пути с фруктозой допустим метаболизируется спирт в желудке и в кишечнике на 10 процентов 10 процентов берет на себя нагрузку наш головной мозг и 80 процентов через печень метаболизм алкоголя на рынка помните есть алкогольное ожирение печени а есть друзья не алкогольное ожирение печени потому что метаболизируется на И 100%, практически на все 100 пудов метаболизируется через печень. Если убрать в сторону определенную токсическую нагрузку, допустим, то же самое похмелье, которое от алкоголя бывает, то фруктозу практически, друзья, можно приравнять по гепатотоксичности, по степени гепатотоксичности, то есть нагрузки на печень, приравнять к алкоголю. Вот так. Еще способствует накоплению мочевой кислоты. Помните, была речь о мясе. Те, кто любят мясо, мясоеды, у них нагрузка на почки, вследствие на суставы и чревато подагрой. Человек может не ест мясо, но может сидеть на фруктозе, на сладостях с фруктозой и испытывать те же симптомы. А если есть нагрузка на печень, то это чревато прямая взаимосвязь с сосудами, с венами, тромбоз, тромбофлебит и так далее. Еще небольшую, но познавательную историю расскажу вам, друзья, об одном из транспортных белков, который называется GLUT-5. Есть он у каждого из нас. Его задача, его основная функция – перенос фруктозы после того, как она усвоилась, всосалась в тонком кишечнике. Вот GLUT-5 берет под белые рученьки фруктозу и дальше несет, тащит ее в печень на дальнейшую обработку, переработку. В буквальном смысле GLUT-5, GLUT – это глюкозный транспортер, даже не спрашивайте, почему он переносит фруктозу, так задумано. Интересное кино. У каждого 5-6, другими словами, у 15-20% людей наблюдается так называемая индивидуальная непереносимость или индивидуальная невосприимчивость к фруктозе. И конкретно эта невосприимчивость и непереносимость связана на нарушение работы белка GLUT-5, либо его частичное выключение, либо полное. Симптоматично каждый может ощущать. Проанализируйте себя, друзья. Если вы поели фрукты или ягоды через какое-то время, чувствуете газообразование, метеоризм или понос возникает. Многие отмечают, между прочим, и зачастую люди, которые обращаются ко мне, говорят, Юр, как так получается? Вроде бы здоровые продукты, начинаю кушать, и нет нормального то ли усвоения, то ли чего-то не хватает. Ребят, конкретно завязано на белок GLUT-5. И не только подобные симптомы могут быть, потому что когда нормально не усваивается фруктоза, происходит, ну, она подвергается бактериальному ферментированию, ну, попросту брожению, брожению внутри, не только брожению. У иных даже с настроением что-то не то происходит. Склонность к депрессии проявляется, нарушение сна даже происходит. Здесь более интересное кино даже. Дело в следующем. Есть одна из незаменимых важнейших аминокислот, вы тоже наверняка знаете, триптофан. На фоне неусвоения, нормальной восприимчивости вот этой фруктозы, нет нормального ее усвоения, теряется способность у разных питательных веществ также усваиваться, зачастую у триптофана. Триптофан особо актуален для вегетарианцев, веганов, сыроедов, они его постоянно ищут, где бы восполнять. Триптофан, вот эта незаменимая аминокислота, надо же как-то, чтобы потом строить из нее что-то. Конкретно серотонин, наш основной гормон радости и удовольствия, серотонин, который, кстати, в большинстве своем синтезируется именно в кишечнике, не где-то там, а 90-95% серотонина именно в кишечнике синтезируется, понимаете? Вот откуда нарушение настроения и склонность к депрессии. А нарушение сна – это гормон мелатонин, вы его тоже наверняка знаете. Он не только отвечает за процесс самовосстановления во время сна, когда мы отдыхаем, но также является самым основным нашим антивозрастным гормоном, друзья. И он участвует в починке, в ремонте поврежденных ДНК. Если даже так более глубоко посмотреть, и сейчас, друзья, говорим, самое, наверное, последнее данное. На практически всех научно-популярных конференциях натуропатических во всем мире обсуждается гормон мелатонин. Если с ним будет все в порядке, он один из ведущих в программе антиэйджинга, то есть сохранение молодости, красоты и здоровья. Чего не скажешь о фруктозе. Видите, какое интересное кино получается, друзья? Так что если, еще раз повторю цепочку, не будет нормально усваиваться фруктоза, будет нарушение усвоения трептофана, затем серотонин будет под вопросом и, как следствие, уже мелатонин. Нет нормального усвоения фруктозы. Психологи или психиатры, или психотерапевты, кто там занимается нарушением настроения, да, не особо-то и будут помогать. Думаю, вполне достаточно. Подведу какой-то общий знаменатель подсказанным. Если даже вы, друзья, относитесь к 80-85% людей, у которых все нормально с усвоением фруктозы, но вы не знаете, как поправильно ее принимать, употреблять, не контролируете количество попросту, не расходуете достаточно гликогеновое депо и принимаете, несмотря на все ее выгодные преимущества по сравнению с глюкозой и низкий гликемический индекс, и не требует она инсулина, и зубы не так портит, как сахар и прочее-прочее, то печень вы будете свою перегружать, если, повторю, не расходуете нормальный гликоген, и не будет хватать энергии печени на прочие разные процессы, о которых можно, не знаю, часами рассказывать. Там сотни тысяч биохимических реакций происходят ежеминутно, ежесекундно. Будет повышаться уровень мочевой кислоты, что приводит конкретно к развитию разных нагрузок на сосуды, не хочу говорить уже болезни слова, надоели эти болезни, будет развиваться нагрузка на, не знаю, на суставы те же, подагра, да, камни будут в почках образовываться в конце концов, повышение триглицеридов крови будет, и поэтому конкретно фруктоза не подходит, друзья, в программах коррекции веса, к примеру, и не подходит фруктоза для тех, кто стремится следить за молодостью и сохранить, хочет красоту свою надолго, милые девушки, девочки, дамы, представительницы прекрасного пола. Я вас прошу, обязательно пересмотрите свое отношение к фруктозе, если вы в диетах каких-то употребляете. Помните, что фруктоза по сравнению с глюкозой может даже еще более гликировать кровь, и не только кровь, а даже опорные белки кожи, коллаген, эластин, и накопление вот этих КПГ, так называемых, то есть продуктов конечного гликирования, конечные продукты гликирования, да, КПГ, они конкретно уже приводят к разным нехорошим процессам, развитию инсулинорезистентности, на фоне инсулинорезистентности может быть риск продолжительных каких-то воспалительных или вялотекущих воспалительных процессов. Опять же, просто объясняется, патогены будут приживаться там, где есть чем питаться, где есть сладкая кровь, вот. Обращаясь еще раз к диабетикам, друзья, обязательно имейте в виду, что фруктоза может быть опаснее для вас даже, чем сахар. По старинке врачи еще рекомендуют, продвинутые врачи уже знают, и говорят, тоже убирайте в сторону. Обращаясь к мамашкам, которые своих чад кормят продуктами и добавляют туда, покупаете вот вы в магазинах фруктозу, в том виде, в котором она есть уже, в чистом, и добавляете куда там компоты, в кисели, в выпечку, куда вы там еще добавляете, якобы экономично, не так расходуется, потому что слаще, чем сахар. Вы же своему ребенку не наливаете стопочку, рюмочку, пивка не нальете. Вот на печень также фруктоза может действовать. Помните об этом тоже. Вы знаете, друзья, на Западе уже хоть как-то начали обращать внимание на фруктозу, начали проводить какие-то статистические исследования, дескать, сколько человек один в год на душу населения приходится употребление фруктозы, потому что они первые столкнулись, увидели обратную сторону медали, они ведь первые начали продвигать вот это фастфуд питание и добавлять все эти глюкозно-фруктозные сиропы куда угодно. И в разные там сладости, я же не говорю о завтраках, полезных якобы, понимаете, газированные напитки, а некоторые недобросовестные производители даже беззастенчиво добавляют продукты детского питания, что искренне считаю абсолютно недопустимым. Считаю нужным также подобные исследования обязательно экстраполировать на страны постсоветского пространства. Наши люди тоже должны знать, потому что мы сейчас все ближе и ближе движемся к западному стилю питания, особенно касается молодого поколения. Что будет дальше? Нужно ведь думать, да? Бомба замедленного действия, фруктоза. Мораль всей басни такова. Помните басни Дедушки Крылова? Обожаю. До тех пор, пока мы не научимся, друзья, читать информацию на упаковках продуктов, там ведь зачастую написано черным по белому, до тех пор, пока мы будем идти на поводу у своих вкусовых, не то чтобы даже привычек, своих рецепторов, слепо доверять будем производителям, якобы продают в магазине, ну не может быть нам вредно, разрешили ведь продавать, нам стесняются рассказывать, забывают рассказать о том, что производство фруктозы дешевле обходится, чем производство сахара. Ну, как-то так. Где-то там не на поверхности точно информация, да, друзья? Ну, давайте же ему не будем стесняться, интересоваться более детально, изучать хотя бы, без какого-то там фанатизма, не впадая в какую-то там паранойю, друзья, до тех пор, пока мы не научимся определенным важным, считаю, важнейшим навыкам, ради себя же, в первую очередь, ради себя, ради своих родных, близких, до тех пор будет ВОЗ и ныне там. Интересно и даже любопытно лично для меня ваши отношения к фруктозе. Есть ли у вас дома какие-то продукты, употребляете ли вы фруктозу, друзья? Быть может, какие-то печеньки, мармеладки там на кухне завалялись. Ну, проинспектируйте, как минимум, почитайте на названиях продуктов, есть ли в составе фруктоза. Интересно узнать, как поменялось ваше отношение к фруктозе после увиденного, услышанного сегодня или в вашем, быть может, окружении есть люди, знакомые, родные, близкие, кому подобная информация может быть также полезна и поможет разобраться более подробно. Не стесняйтесь, напишите в комментариях. Не стыдно признаваться, если чего-то раньше не знали. Стыдно, когда знаешь и ничего не делаешь. Вот тогда стыдно. Достаточно объемный материал подготовил еще для вас, друзья, уже с конкретными рекомендациями касаемо очищения организма, тем, кому нужно разобраться все по полочкам, с чего начинать, как продолжать и как там все взаимосвязано, друзья. Поэтому, если вдруг вы еще не подписаны по какой-то нелепой случайности на канал, нажимайте обязательно на значок подписки, на кнопку подписки и на значок колокольчика, обязательно, чтобы вам приходили уведомления о новых публикациях вовремя. Также нажимайте значок палец вверх. Для меня дополнительная мотивация. Еще более активно снимать для вас ценный, нужный, полезный контент, между прочим. Хорошего настроения вам, крепкого здоровья. До скорой встречи, друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok